Так, ладно, поехали чат, поехали чат, поехали чат, давайте Мудреныча, вот что сейчас, еще, еще такой, немножечко на, 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 это, на раздув, на раздув, Мудреныча. В начале 17-го... Тюльпаномания. Первый в истории экономический пузырь. МММ на тюльпанах. Погнали. В начале 17-го века экономика Голландской республики была самой развитой экономикой в мире. Она, после того, как получила независимость от Испании, начала пожинать плоды от безумно успешной Ост-Индской компании. Голландия положила начало эре финансовых инноваций, фондовых рынков, контрактов, инвестиций и акционерных обществ. Во время этого золотого века Амстердам превратился в мегаполис, разбогатев на инвестициях и внешней торговле. А это значит, что те, кто жил в больших амстердамских особняках, были не аристократами, а купцами, судовладельцами и главами торговых домов. Но потом появились тюльпаны. Изданный в 1841 году текст под названием «Наиболее распространенные заблуждения и безумство толпы» говорит нам, что в 1635 году голландские богачи были очарованы тюльпанами, и каждый уважающий себя человек был обязан иметь их у себя. Особенно ценились редкие сорта с необычным узором, которые меня... Блять, люди всегда какую-то хуйнюю парвались. Круто, новый микрофон купил, и тебя стало гораздо лучше слышно, но я бы на твоем месте взял другой. Блять, чувак, ты слишком жирный, блять, примерно как твоя мамаша. А мы здесь таких не любим, понимаешь? Поэтому смотри, блять, нахуй. Не перевезь, блять, до бана. И росли быстрее, чем на остальные. Увидев, что цветы быстро растут в цене, предусмотрительные инвесторы начали скупать их. К 1636 году торговля тюльпанами стала очень популярной. Поначалу покупались целые тюльпаны или луковицы, которые давали генетическую копию тюльпана, который вы видели у продавца. Но это ограничивало торговый сезон сезоном цветения тюльпанов. Ведь, чтобы купить цветок, вы все-таки должны видеть, какой сорт вы покупаете. Но все изменилось, когда торговцы цветами начали предлагать контракты на тюльпаны, которые еще не выросли. Теперь люди уже покупали не тюльпаны, а контракты, которые позволяли им купить тюльпаны. По сути, получился фьючерсный рынок, который быстро вышел из-под контроля. Можно было купить контракт, а потом сразу же найти кого-то, кто купит его у тебя за более высокую цену. Некоторые контракты переходили из рук в руки по 10 раз в день, и цена увеличивалась с каждым обменом. Это привлекало все больше инвесторов. Все в Нидерландах начали вкладывать свои деньги в тюльпаны. Плотники брали кредиты под залог своих инструментов, чтобы купить цветы. Трубочисты вкладывали все, что у них было. Люди раскупали все доступные тюльпаны. Стали происходить нелепости. Приезд же английский ботаник, не подозревающий о происходящем, разрезал одну луковицу тюльпана в научных целях и был отправлен за это в тюрьму. Туда же был отправлен и один моряк, который украл луковицу тюльпана и съел ее, подумав, что это обычный лук. Тюльпаны начали продавать за 5000 гульденов. Столько стоили шикарные особняки на берегу амстердамских каналов. Ебать! Годовая зарплата плотника составляла 250 гульденов. Один чувак даже продал прибыльную пивоварню в обмен на одну луковицу тюльпана. Эти цветы, которые были нужны всем только для перепродажи, создали первый в мире финансовый пузырь. И когда он лопнул в феврале 1637 года, это разорило торговцев, а экономика Голландии рухнула. Получается, Голландия погубила себя из-за каких-то цветов? Но дело в том, что почти все, что я сейчас рассказал, преувеличение и даже неправда. И прежде чем мы... Слава богу, друзья, я охуел. Хотя, знаете, что самое ебанутое? Мир такой пизданутый, что можно поверить уже в любую такую хуйню. Вот мы живем и смотрим, что происходит. И когда нам рассказывают такую историю, блять, да это изи может быть. Ммм. Абсолютно изи. Вообще без проблем. Мы с вами начнем разбираться с тем, что люди кончены. По намании я покажу вам уникальный дизайн дебетовых карт с промышлением. Для начала давайте определим, что же все-таки было правдой. В 1630-х годах Голландия действительно была финансовым центром. И там действительно шла... Нам. ...оживленная торговля тюльпанами. Истории о моряке и английском ботанике скорее всего выдумка. Но цена на тюльпаны как на хороший дом это правда. Как и то, что люди торговали тюльпановыми фьючерсами. Ну и резкая... Охуей, то есть это была правда про дом, ясно? Падение цены в 1637 году тоже правда. Так что в целом тюльпаномания на самом деле была. Только вот она не была такой лихорадочной и массовой, как это считается. И не вызвала экономического краха. Есть даже спор о том, было ли это вообще экономическим пузырем. Ведь пузыри возникают, когда актив переоценен. И люди инвестируют в него только для того, чтобы заработать деньги. А сам актив им не очень-то интересен. А тюльпаны в Голландии 17 века были очень интересны людям. Редкие сорта тюльпанов являлись символом статуса. Эти цветы было трудно выращивать. А значит они были редкими. Сейчас-то прозвучит странно, что тюльпаны редкость в Голландии. Но изначально их там вообще не было. Тюльпан родом с гор Тяньшань. Это выносливое растение могло выживать под снегом. И выкопав луковицу из земли, цветок можно было легко перевозить. Сначала он отправился на запад в Персию, где стал символом красоты и романтической любви. А потом это растение очень почитали османы. Оно считалось любимым цветком бога. Когда Мехмед II взял Константинополь, он высадился от тюльпанов, которые существуют по сей день. Во времена Сулеймана Великолепного султан носил одежду с узорами в виде тюльпанов. А у мужчин была мода класть тюльпаны в свои тюрбаны. Интересно, что садовники по совместительству были еще охранниками и палачами. Поэтому если вас вызвали в тронный зал и там... Я выращиваю цветки, блядь. Клади голову на плаху, синок. Присутствовал садовник. Блин, пиздец. Чисто, бля, столкнулся с садовником там где-нибудь, не знаю, на улицах тех времен. Кто ты такой? Я садовник, извините, пожалуйста, блядь. Можно было догадаться, что он здесь для того, чтобы подрезать не только кусты. Тюльпан по сей день остается символом Турции. Ебануться, кстати говоря, насколько, ну... Предполагается... Совмещенная профессия, блядь, так сказать. Палач, охранник эти, садовод. В Европу луковицы тюльпанов привез посол священный... Я вот только не могу понять, а чё они по тюльпанам так упарываются? Ну, цветы нормальные, но пиздец. ...империи в 1558 году. Но есть свидетельство того, что эти цветы уже были там до этого. Садоводство было популярным в Европе видом досуга среди аристократов из среднего класса. Когда известный ботаник Карл Клузиус переписывался с другими ботаниками, он клал в свои письма семена, чтобы его друзья могли сами выращивать новые и редкие растения. И это было очень щедро с его стороны, потому что на всякие интересные экзотические экземпляры растений вообще-то шла настоящая охота. Процветала торговля крадеными растениями. Исследователи и коллекционеры даже нанимали банды, которые устраивали рейды на сады их соперников. А сам Карл однажды совершил экскурсию по частной коллекции и обнаружил, что большинство растений там было из его собственного сада. Но потом в Вене Карл познакомился с тюльпанами благодаря своему другу. Тому самому послу. Какая хуйня! ...считается тем, кто привез их в Европу. И большую часть своей жизни Карл провел в исследованиях, каталогизации и вообще был помешан на тюльпанах. И когда он отправился в Голландию, то взял туда... Не, ну ладно, вот этот Карл. Он еще какую-то работу вел научную, да? С собой и... А остальные? Тюльпаны. Тюльпаны хорошо росли на песчаной почве побережья и могли выдерживать холодный и влажный климат. В течение нескольких десятилетий появились новые желтые и фиолетовые тюльпаны. Похожие на кинжалы лепестки османских тюльпанов смягчились до привычной нам формы. Самыми красивыми и ценными считались тюльпаны со странными узорами. При этом их семена давали обычные тюльпаны. А такой же узор получался только у дочерних луковиц. Тогда еще не было известно, что это все из-за вируса, который заражал растения, вызывал у них потерю цвета и таким образом создавал причудливые узоры. Но это также делало луковицы болезненными и они давали меньше дочерних луковиц. Поэтому эти самые желанные тюльпаны были также и самыми... Роза или тюльпан? Ну, роза тоже есть разные. Но в целом, наверное, мне больше нравится роза. ...редкими. И люди действительно хотели эти тюльпаны. Очень сильно. Потому что, несмотря на то, что Голландия была самой богатой страной в Европе, богачам все равно было особо некуда тратить деньги. Можно было купить хороший особняк. Но что в нем разместить? Кунсткамеру, чтобы показать, насколько вы образованы. Там будут вот, например, ракушки. Да, они прикольные. А может, картину в стиле барокко? Тоже можно. Но денег все еще полно. Тогда, может быть, картину в стиле барокко с ракушками? Всем бы такие проблемы. В общем, тюльпаны стали отличным решением для богачей. Для их выращивания и ухода за ними требовались знания, что демонстрировало, насколько они умны. В тюльпанах чувствовалась экзотика Востока, на торговле с которым Голландия и разбогатела. В конце концов, что-то же должно расти на переднем дворе особняка. Но нужны самые лучшие тюльпаны, а не обычный сорт. Нужны те самые тюльпаны со странными узорами или же какие-нибудь красивые новые сорта. Такие тюльпаны было труднее всего достать. Один из самых богатых людей Амстердама владел большим садом и даже открывал его по выходным в качестве общественного парка. Его самой большой гордостью была клумба с сотнями редких тюльпанов. Но стоило подойти к ней поближе, как обнаруживалась лишь горстка цветов, окруженная хитроумной конструкцией из зеркал. Но поскольку богачи были заинтересованы в покупке тюльпанов, то нашлись и те, кто был заинтересован в их продаже. Они могли просто выращивать и продавать тюльпаны, а могли продавать дочерние луковицы, которые станут полноценными тюльпанами только через два года. Ну и не сложно догадаться, что существовал сезон торговли тюльпанами. Цветы распускались в апреле-майе, а выкапывали их в июне, поэтому продажа шла летом. Покупатель мог посмотреть на цветы до того, как они завянут и купить луковицу, которая даст ему такие же цветы. Но потом кто-то подумал, а что если предоставить людям возможность покупать тюльпаны круглый год? Тогда появились неофициальные организации, базирующиеся в тавернах, которые организовывали торговлю луковицами тюльпанами. Клянусь бородой мурадина. Привет, можешь посоветовать на столкни одного человека? Ммм, блядь, не знаю. Архем. Короче, по лавкрафту, по лавкрафт тематике. Карточный Архем. По-моему, Ужас Архема тоже на одного. Глум Хейвен и так далее. Да дохуя их. Чуваки, ну нет смысла спрашивать у меня. Зайдите, блядь, на сайт. Топов на столок. Топы на столок. Уже все давно есть. Отсортируйте там под на одного человека. Выберите жанр, который вас интересует. В данном случае, я так понимаю, кооперативная нужна, ролевая. И все, блядь. Панов, они разработали систему оценки луковиц. Ничего сверхневероятного тебе не посоветую. Луковиц по весу. А все супер охуенное и невероятное постигается в компании. А ты хочешь на одного, поэтому, ну... Тяжелее они были, тем дороже была их. На столк на одного человека? Ну, на самом деле, это прикольно. Это как синглплеерная игра. Ничем не отличается. Ты вынужден менеджмент сам все. И правила, и так далее. В целом, это забавно, на самом деле. Цена. И с этими организациями у вас была возможность купить не луковицу, а... Бедный чел, ему в соло играть приходится. Ну, не... Вот мне, например, тоже в целом нравится играть в соло. То есть, я могу спокойно сесть и поиграть в соло. Получить от этого наслаждение. Тракт на покупку луковицы в тот момент, когда их в следующий раз будут выкапывать из земли. В общем, это была торговля фьючерсами, которая уже практиковалась на Амстердамской фондовой бирже зерна и пиломатериалов. Допустим, человек хочет купить тюльпан. Он заключает контракт с производителем. И согласно договору, когда настанет время выкапывания, он купит тюльпан за 100 гульденов. Даже если к тому моменту тюльпан уже будет стоить 150 гульденов. Таким образом, покупатель сможет продать тюльпан и получить 50 гульденов в качестве прибыли. Но зачем ждать так долго? Ведь как только цена на тюльпан вырастет, уже можно продать эту бумажку дороже кому-то другому. Но это еще не все. Видите ли, люди, покупающие эти контракты, часто давали за них не деньги, а просто обещание заплатить, когда они уже продадут тюльпаны. Получается, человек А заключил контракт на покупку тюльпанов по 100 гульденов, продает контракт человеку Б за 150, тот продает его следующему за 200, тот в итоге покупает тюльпан, перепродает его еще дороже и расплачивается с тем, у кого купил контракт, а тот, в свою очередь, с тем, у кого купил он. Все купаются в прибыли. И что же может пойти не так в этой цепочке сомнительных контрактов? Я ем окрошку, завидую. Пиздец, окрошка просто уебишная хуйня, извини. На луковицу, которая все еще находится в земле, и которую никто из тех, кто покупает эти контракты, не видел. Разберемся в следующем видео. Спасибо за просмотр. Блин, но прецедент очень интересный в истории. И указывающий на то, что когда люди живут в охуенном достатке, и по сути, им ничем полезным заниматься не надо, все отлажено и охуенно, и всего дохуя, начинается пиздестрадание по полнейшей еботне. Просто, ну прям вот из хуйни люди выдумывают что-то важное, значимое. Это начинает цениться, и вокруг этого начинает строиться куча-куча-куча всякого говна. Чтобы выделиться, показать какую-то свою значимость, статусность и так далее. Это очень забавно. Всегда так было. Да, из пустого места. Да, из пустого места на самом деле. Из пустого места. В общем-то, это забавно. Это забавно. Ничего не меняется. Время идет, ничего не меняется.